В одном из псалмов Давид употребляет некое сравнение, где он пишет, что для Бога есть один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И вот некоторые вот это слово, этот слово оборот берут, и отсюда появилась теория один день, как тысяча лет. То есть Бог творил землю за шесть тысяч лет, то есть один день, как тысяча лет. Но здесь тоже есть свои неточности и то, что не вписывается в эту теорию, но она есть и существует. Итак, солнца и луны еще нету, но Господь Бог сказал, да будет свет. И теперь мы снова обращаемся к Евангелии от Иоанна. Это та книга о Священном Писании, которая очень похожа, то есть она начинается с одинаковых слов с бытия в начале, и которая, по сути, объясняет происхождение всего. Мы читали о том, что в начале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было Бог, и что все было через это Слово, и все было через Бога. Ничто не начало быть, что начало быть. И далее мы читали следующее. То, что был человек, это шестой стих, был человек, посланный от Бога имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через Него. И восьмой стих говорит, что этот человек, Иоанн, он не был светом, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Девятый стих. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришел он к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими. Здесь говорится о истинном свете. Мы понимаем, что говорится это о Иисусе Христе. Сказать, что Бог создал здесь Иисуса Христа, конечно, нельзя сказать, так как Иисус был прежде всего. Но здесь говорится о неком духовном свете. И если мы вспомним о раввинах, которые предполагают, что это первая заповедь, которую Господь Бог дал всем живущим и вообще вселенной, то действительно мы должны быть светом. И это, по сути, то, к чему мы должны стремиться. Свет можно сравнить и сравнивать его часто с добром, а тьму со злом. «Да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош. И далее Бог отделяет свет от тьмы. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды, и стало так. И создал Бог твердь и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью, и стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро, день второй. Итак, второй день подошел к концу. Господь Бог создает твердь. Он отделяет воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Вопросов много, ответов, как всегда, очень мало. Что такое твердь? Он называет твердь небом. Но тогда что сотворил Бог вначале? Небо и землю. О каком небе говорится в первом стихе. Назвал Бог твердь небом, и был вечер, и было утро, день. Второй. И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место. И да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. И увидел Бог, что это хорошо. Здесь мы видим, что Господь, Бог отделил воду. Во-первых, собрал воду, которая под небом в одно место. И отделил сушу. То есть, сказал, да явится суша, и стало так. И назвал Бог сушу землей, а собрание вод назвал морями. Ну, это здесь написано морями. И мы сразу думаем, о, вот море. Хотя Бог сказал, что Он собрал воду в одно место. И потом явил сушу. То есть, по сути, если мы так буквально будем размышлять, и многие так думают и представляют, то, что в одном месте вообще было просто везде все вода. То есть, по сути, все из воды сделано. Была вода. И потом Бог создал сушу из воды. И был какой-то один континент, один материк. Есть тоже такая версия. Есть, далее мы будем это читать, когда написано, что при Фалике, то есть, это был такой жил человек, была земля разделена. Действительно, это так. То есть, в это время земля разделена была на материки, как-то разорвана. Я не знаю, это были такие нереальные вообще-то катаклизмы, если так принимать это. Есть версия, то, что здесь говорится во времена Фалика о разделении земли. Это как раз то время, когда Павелонскую башню люди строили. Это имелось в виду разделение языков. То есть, Господь Бог языки различные дал людям. Так это или не так, мы будем дальше теорию различную рассматривать, разбирать. Но сейчас мы остановимся все-таки на первой главе книги Бытия. Далее мы читаем о том, как Господь Бог начал творить растительный мир. И сказал Бог, да, произрастит земля, зелень, траву, сеющую семя, древо, плодовитое, приносящее породу своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. И произвела земля, зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день третий. Здесь можно заметить, что Господь не говорил, да будет трава, да будет деревья, да будут еще что-то. Здесь Господь дает земле определенную силу. Он наделяет землю определенной силой, после чего земля производит сама что-то. Господь наделяет землю определенной силой, и земля, имея эту силу, начинает производить что-то. И Господь Бог опять смотрит, наблюдает и видит, что это хорошо. И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной, для отделения дня от ночи, и для знамений и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверде небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Бог два светила великие. Светила большое, для управления днем, и светила меньшее, для управления ночью и звезды. И поставил их Бог на тверде небесной, чтобы светить на землю, и управлять днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро, день четвертый. И так, в четвертый день, наконец-то, Господь Бог создает светило великие. Светило большее для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. То есть, Господь Бог создает солнце и луну. Наверное, можно предположить, что именно с этого момента Господь Бог установил время. То время, которое мы с вами сейчас реально ощущаем. То есть, те лета, года, тот вообще цикл и периоды, которые мы сейчас с вами имеем. Возможно. Так как Он создал солнце, Он создал луну и описал, для чего вообще Он это сделал. И сказал Бог, да, производит вода, присмыкающаяся душу живую, и птицы, да, полетят над землей, по тверде небесной. Господь Бог создает далее животный мир. И сотворил Бог рыб больших, всякую душу животных, присмыкающихся, которых произвела вода, породу их, и всякую птицу, пернатую породу ее. И увидел Бог, что это хорошо. И благословил их Бог, говоря, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. И был вечер, и было утро, день пятый. В пятый день Господь Бог сотворяет животный мир. И в отличие от растительного мира, Господь Бог благословляет этот животный мир и говорит, плодитесь и размножайтесь. В израильском народе объясняют это следующим образом. Почему Господь Бог не благословил растительный мир, но благословил животный мир, благословил человека? Они говорят, что именно поэтому нам необходимо ежегодно делать праздник и благословлять растительный мир, просить у Бога милость. Потому что для того, чтобы что-то выросло, необходима определенная дополнительная милость Божия. И они это делают, они просят о милости Бога каждый год на урожай, на все, что они сеют, все, что они планируют собрать, уповая при этом на милость Божию. Субтитры создавал DimaTorzok